Житель Самары Евгений Юрьев этим летом выбрал необычный вариант путешествия. Он вышел на маршрут до Москвы пешком. Путь длиной около тысячи километров. Авантюрист проходит вместе с собакой Айей. За плечами уже около двухсот километров. Меня заинтересовала именно, знаете, вот жизнь, что называется, первобытных людей. Сейчас же много такого, что нравится кому-то, допустим, реконструкция какие-то исторические. В основном, это средневековье, средние века. А мне нравится еще глубже, то есть буквально первобытные времена. То есть древние люди, древние первые люди вообще на земле. По предварительным расчетам, путь до столицы займет 90 суток. Позади у Евгения и Айя уже Тольятти, Сызрань, Кузнецка и Пенза. Но большая часть маршрута еще впереди. С собой путешественник взял минимальный набор снаряжения, самая важная палатка и медикаменты, остальное дают жители сел и деревень. Но, по словам экспертов, готовясь к такому путешествию, важнее всего запастись продовольствием. Вода – важнейший компонент питания, без которого длительное пешеходное путешествие невозможно. Возьмите с собой многоразовую бутылочку, если это необходимо, таблетки для обеззараживания воды или фильтр. Идет очень большое расходование калорий, от трех для женщин до пяти тысяч килокалорий в сутки для мужчин. И это необходимо учитывать. За время в пути Евгений уже встретил немало трудностей. Это и жара, и ливни, и даже укус деревенской собаки. Но, как признается мужчина, в пути ему помогают навыки выживания в дикой природе. Вся подготовка заняла у него около полутора лет.